приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы я нахожусь в прекрасного куста это у нас бархатцы вот такие они необыкновенные и эти бархатцы из семян красных было как раз в прошлом году я оставила красные потому что где-то вычитала что именно в красных цветочках если их собирать находится больше всего вот этих лечебных веществ но теперь я знаю точно что одинаковое количество находится веществ во всех цветах независимо от расцветки сейчас я вам расскажу и покажу кто занимается вот этими прекрасными созданиями новых сортов посмотрите внимательно сейчас видео ария кто занимается вот этим видео вот это жужжание настолько успокаивает дарит позитив как же они трудятся вот просто восхищаюсь 30 дней месяц живет пчелка сколько труда насколько она делает собирая пыльцу мед ой как красиво и садятся наши пчелки с одного цветочка с желтенького на красненький с красненького на оранжевый и вот таким образом создаются новые сорта и чем они отличаются друг от дружки вот эти цветочки растения да ничем вот этот раз с этим видео вот это вот вот и все вот 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 Продолжение следует... И ничего не отвлекает ее, ничем не отвлечешь ее от ее работы. Пчелы, великолепные создания, божественные создания, селекционеры всех времен. А сейчас я хочу ответить на некоторые вопросы, которые на соцсетях. Кстати, молодцы, что подписываетесь в Одноклассниках, ВКонтакте, на Фейсбуке. Посмотрите внизу под видео, есть такое слово после названия еще, и там увидите в конце вот этого всего описания есть именно все-все-все сноски на соцсети. И не бойтесь, присылайте, продолжайте присылать вопросы, фотографии. И там у нас очень активное общение сейчас, и поэтому я сейчас как раз и отвечаю снова на вопрос именно участников соцсетей. Меня спрашивают, как хорошо собрать, чтобы качественные семена. Вот выращивают, высаживают, покупают или просто покупают рассаду, а не получается, потом не сходят. Что нужно делать, как их собрать, чтобы получилось все хорошо. Ну вот у меня сейчас здесь грядочка просто освобождается, нужно будет готовить грядку к весенним посевам и сейчас к сидератам. И вот такие кусты семенные у меня остались. Что делаю? Ну вот этот я просто, это один из вариантов, можно с корнем, лучше, конечно, выкопать. У меня получилось, что я вырвала. Хороший, чтобы была земля хорошая, но в данном случае я выкопала, и сейчас сделаю прикоп, и посажу его на краешке грядки. У меня уже подготовлено здесь местечко, вот здесь как раз краешек, вот поливаю и дам возможность, чтобы все цветочки нормально... Если вы думаете, что вот эти сухие цветочки уже готовы, то засомневайтесь, потому что я засомневалась, когда начала вот так собирать зранье, а потом у меня не всходили. Их нужно, чтобы они... Держу их до зимы. Сейчас покажу еще вариант, как я выкапываю именно с корнем, то еще лучший вариант. Посмотрите, какой красивый новый сорт. Замечательно, очень красивые, и пчелки над ними работают, продолжают работать, но этих семян недостаточно, было как раз погода и жаркая, и, возможно, они не опылились, так как они сейчас... Вот опыление сейчас у пчел замечательное, поэтому я вот этот кустик тоже хочу сохранить семена. И что я делаю? Выкапываю, вот не выдергивать, потому у меня просто так получилось, а вот даже с травами, с корнями, смотрите, вот так, и пошли, 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 идем к этому месту, где у меня уже... Вот, смотрите, здесь водичка, здесь как рассаду высаживаю снова. И сейчас буквально точно здесь будет... Да, немножко переболеет, но как раз еще прохладные и теплые дни, разные дни будут, и этот цветочек, очень хорошо у меня созреют семена, и я их буду собирать, не сейчас, не осенью, а буду позже собирать, вот так вот, вот этот я посадила, а сейчас пойдем к тому кусту, с которого я собиралась именно. Вот здесь замечательно, пчелочки, видите, как трудятся, продолжают трудиться, так вот, я в прошлом году оставила вот таких три куста, и вот таких парочку кустов, я их как раз покупала на рынке рассадой, и вот эти как раз с них собирала семена, так вот здесь они как раз у меня посеяны, я их оставила и не трогаю их, и они здесь будут у меня находиться до зимы, до декабря месяца, пока полностью не созреют семена, и пока не настанет время их посева. Кстати, я сделаю сносочку, посмотрите, как я села их зимой, и именно зимой, вот тогда будут вот эти 700 семечек в каждом цветочке будут готовыми, будут зрелыми, и именно они дают замечательную схожесть, вот я смотрю, что вот эти летние, они какие-то слишком легенькие и слишком тоненькие, они навряд ли дадут хорошие всходы, или вообще не взойдут, видите, эти семена, вот эти летние, они не подходят, самые лучшие семена, вот эти сейчас как раз, осенью, когда тепло, когда пчелки замечательно работают, и уже нету той жары, которая была у нас раньше, и они прекрасно получаются, а эти семена, к сожалению, я уже сколько рассеяла, не дадут нам результата, и так и все равно, и те кустики оставила для разнообразия, еще несколько кустиков, очень красивых, и лимонные, и оранжевые, желтые, вот именно с этих кустов, вот такие цветы получаются, а получается, потому что у нас работают наши помощники, селекционеры, вот я ответила на ваши вопросы, каким образом лучше всего собирать семена с бархатцем, и каким образом, то есть оставляйте на кустике, и пусть они потихонечку созревают, созревают, еще один момент, когда уже вот заморозки начнутся, перед заморозками, возьмите вот эти не, цветы, которые, вот видите, которые не зацвели, еще, это себе как раз на чайи, можно даже просто так, где-то что-то в пищу использовать, а вся сила пойдет куста, все-все-все-все питательные вещества пойдут как раз на эти красивые цветочки, которые уже до конца созреют, семена, и мы их будем высевать в декабре месяце, в благоприятный, хороший день. Раиса Горяченко и Александр Волик показали и рассказали, каким образом можно собирать и сохранить качественные семена, собрать их вот вместе с кустами, оставить или пересадить, для того, чтобы сохранить и создать очень хорошие качественные семена на следующий год, и подготовить их к посеву в зимний благоприятный месяц и день, но об этом мы будем говорить, я еще раз буду показывать, рассказывать, обязательно буду делиться по вашим же просьбам, именно о лучших днях для посева в декабре, ну и дальше в последующие месяцы. На этом у меня все, мы прощаемся с вами до следующего видео, всего вам самого доброго, сохраните прекрасные цветы, для того, чтобы получить в следующем году замечательные цветочки, которые называются бархатцы.